друзья добрый день так слышно ли меня видно ли меня я надеюсь сегодня ничего не будет нас разъединять так telegram вы уже написали какие-то вопросы сейчас я зачитаю как не потерять веру в себя когда долгие и упорные усилия в каком-то направлении не приносят результатов друзья с какого хрена вы взяли что у вас должна быть постоянная непрекращающаяся вера в себя это тоже самое из разряда мотивации как быть постоянно замотивированным никак блин мотивация вера в себя это постоянный ровный гормональный фон на подъеме он не может быть таким он не может быть таким мы не устроены таким образом чтобы постоянно верить быть замотивированными или быть в хорошем настроении если мы не наполеон и мы не в психушке то нас посещают разные мысли верить себя возможно когда у нас есть хороший опыт запас того что мы смогли 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 и после какого-то этапа у нас начинается блин уже 200 раз смогла ну 201 смогу да когда нет вот этого в опыте мы делаем без веры вот такой простой несекретный секрет делаем без веры если нам это надо если нам это надо мы делаем без веры блин делать 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 нигде не стоит и я не повторяю верить 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 если удается держать мысли в градусе веры и это прекрасно если не удается делаем без веры понимаете но самое главное дело делать делать дальше продолжая не стреляет и все в голове не прекращающаяся суета нужно срочно что-то делать куда-то бежать но что делать и куда бежать вообще непонятно нужно развернуть процесс который вы делаете делаете делать и не получается разделить его на составляющие и посмотреть какая из этих составляющих хромает где нужно делать лучше а что другие те у кого получается делают лучше да то есть развернуть на составляющие посмотреть где провисает проанализировать может быть я вот здесь не додавливал может быть я вот здесь плохо делал может быть вот здесь нет до если бы вы обозначили процесс там может быть было бы понятнее было бы понятнее а так дальше немаловажный момент который мы должны учитывать это уровень нашей энергии как сказала одна из моих клиенток один раз выразилась это было очень иллюстративно марина оглядываясь назад я понимаю что это была мышь которая скреблась по всем углам но тогда условно пару лет назад когда я была этой мышью и скреблась по всем углам мне казалось что я воин что я иду вперед и делаю просто там из последних сил то есть действительно делает все отдается без остатка но из-за того что уровень энергии очень маленький вот это вот я делаю все без остатка она на уровне мыши которая скребется понятно что мышь которая скребется ей нужно скрестись дольше и это не страшно потому что мы все когда-то были мышами и скреблись любой путь человека который родился в семье не успешных людей схематично опять же да я обозначаю схематично то есть ему нужен новый сценарий ему нужно пробить вот это вот ему нужно будет идти свою дорогу прокладывать эту дорогу новую в лесу идти через чаще через овраги да все по-новому мы все когда-то были вот этими мышами которые скреблись и которые ползли и которые иногда лежали в сторону мечты понимаете и такое тоже есть ничего не можешь сделать ты ложишься по крайней мере в сторону мечты да кстати сегодня равноденствие сегодня как раз прекрасный день один из сильнейших дней в году когда нужно хотя бы лечь мысленно настроить свою антенну в сторону мечты чтобы и мозг и пространство понимала что тебе надо человек от себя и от своей жизни что ты вообще хочешь да обозначь обозначь пункт назначения по всем контекстам вот сегодня прекрасный день чтобы обозначить пункт назначения по всем контекстам поэтому резюмируя обратитесь к уровню энергии что с энергией вам может казаться что вы делаете все но она не наступает но вот это все оно просто его очень мало да и поэтому придется делать намного дольше про энергию очень много говорили просто уже не хочется повторять что с ней делать как быстро влюбить себя мужчин какой прекрасный вопрос очень быстро мы влюбляемся в тех кто любит себя здесь вообще не зависит от мужчин от женщин мы вообще влюбляемся в людей которые любят себя которые от себя кайфуют все нас тянет туда нас туда тянет все начинается с того что у этих людей очень большая воронка тянет тянет с ними будет тянет с ними дружить тянет с ними общаться тянет оглянулся тянет посмотреть они послушать притягиваемся мы притягиваемся к счастливым и к влюбленным в себя и дальше конечно уже из-за этой воронки всех людей мужчина выделяются и вы выбираете того кто вам нравится короче как быстро влюбить быть счастливой и любить себя если вы несчастны и вы себя не любите то это путь можно быстро привлечь внимание влюбить если мы несчастны невозможно если он не жертва но я надеюсь здесь те кому жертвы не нужны хотя всякое бывает очень часто поэтому если мы несчастны мы очень быстро влюбим но опять вот вот это вот да любовь они умеют любить мы быстро влюбим себя жертву и совпадем с ним мы такие два раненых сидим и мы друг друга понимаем у нас раппорт мы два уязвленных два обделенных два жизнью обиженных и мы друг друга прекрасно понимаем и мы смотрим и знали на мир мир вот так вот с нами на сволочь вот так так и знали мы либо с абьюзером да либо прямой раппорт жертва жертва либо перекрестный ролевой раппорт жертва абьюзер вот это сделается быстро опять же влюбить вот здесь тоже смотрите цель какая влюбить не всякая влюбленность перерастает в любовь между прочим поэтому вы аккуратнее с целями а то может быть влюбить цель как бы влюбить 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 можно влюбить на а потом он отвалил дофамин закончился и влюбленность не перешла в любовь влюбленность не перешла в любовь а влюбленность с любовью на самом-то деле не много общего имеет немного общего влюбленности любовь имеют понимаете поэтому цель как цель вот посмотрите подальше да на лонг чем вам что нужно влюбить просто насколько на неделю на месяц или вам хочется любви это совсем другая история это серьезнее так пока инстаграм думает следующий вопрос из телеграм отследила в себе страх привлекать внимание отсюда боюсь выступлений боюсь высказывать свое мнение в компании при выборе одежды отдаю предпочтение чему-то поскромнее знаю что достаточно привлекательно но боюсь это подчеркнуть так вот смотрите вот продолжаете все у кого кто нашел себя в похожей ситуации я отследила что я боюсь ну так дальше спросите себя чего боюсь чего я боюсь когда я боюсь привлекать внимание что там для вас будет если мы рассмотрим самые распространенные это я боюсь что меня не одобрят чего я боюсь когда я боюсь выступать я боюсь чтобы это скажет ну и дура а мы не согласны а мы думаем по-другому а у нас есть свое мнение я и так далее и человек кто не прав не прошел сепарацию кто до сих пор находится в контексте маленького господи чим чими стратегиями управляет до сих пор маленький ребенок маленький ребенок внутри стоит у руля маленький который боится что взрослые не одобрят кто-то посмеется кто-то осудит кто-то напишет комментарий кто-то задаст какой-то вопрос и вдруг я не смогу ответить или кто-то скажет обесценит и вот этот маленький ребенок он не справляется он боится это про непройденную сепарацию еще может быть генетический страх если у вас в опыте этого нет что вы вышли и получили летящим тазом или помидором в лоб во время выступления это личный опыт и человек может бояться потому что в личном опыте когда-то был летящий летящее яйцо помидор и и тазик с ними вместе это может быть генетический опыт кто-то выделился из деревни богатством внешностью пришли и сожгли пришли и кишки на вилы намотали пришли или там не пришли написали донос чтобы человека отправили в какую-то каталажку в сибирь на каторгу а соседи завладели имуществом генетический страх поэтому здесь нужно посмотреть вы чего боитесь вы боитесь что посмеются или у вас это связано со смертью там страх смерти любой страх он конечно имеет под собой страх смерти но здесь он может выйти сразу первым сразу первым выйти страх стыда страх стыда я буду идти в этой одежде а кто-то посмотрит и так далее как недавно в кафе это было это так интересно меня в школе булили булили из-за того что я была бедно одета и отсюда мой комплекс нищего понабрал кучу просто шматья в свое время но и сейчас потихоньку добирает добирает кучу дорогущего кучу дорогущего шматья чтобы залатать эту детскую раму надо мной смеялись потому что я была бедно одета мама что-то сшила это что-то сшило оно было очень часто на скорую руку сшито мама после работы приходит что-то надо сшить какое-то платье и оно блин перекошенное что-то еще короче в общем постоянно надо мной смеялись булили и вот это я из-за этого даже сама перевелась в другую школу то есть я ребенок пошла там правдами и неправдами в другую школу записалась взяла документы попросила чтобы мне их отдали сказала что моя мама работает папа работает но они и правда постоянно работали некогда просто дайте отпустите и перевелась потому что было просто невыносимо и вот я захожу в кафе и сижу в кафе и сидят две девчонки русскоязычных и одна из них посмотрела на меня и начала громко говорить что-то там как же это смешно и так далее и вот первое что я почувствовал вот это вот это детское такое поднялось меня кто-то осуждает еще так громко вот это из разряда быдло быдло которые ходят и не стесняются свое мнение которое никому не интересно кому-то засунуть и у меня такое поднялось детское а потом взрослая часть да это длилось наверное полсекунды ну а потом взрослая часть рассмеялась и думаю боже как хорошо что детство в прошлом это просто было ужасно просто было ужасно но тогда смеялись из-за бедности а сейчас смеяться два чма которые там позволили себе один чай на троих и в общем то что то им не понравилось в моей одежде мы все из детства и у нас у всех что-то болит весь вопрос в том что взрослая часть должна потом выйти после детской да и убрать детскую но выходит тот кто напуган и если взрослая часть не нарощена если сепарация не пройдена то детская часть вот она как и выскочила перепуганная так она и осталась у руля и она конечно же ведет не туда а так на что я отвечала я начинаю отвечать и что то а ну все ответила нужно учить язык а я все время откладываю что делать а точно нужно может быть не нужно точно ли нужно учить язык скажите пожалуйста а может быть не нужно может быть вы придумали что вам нужно дальше если все таки нужно да вот я сейчас говорю а может быть не нужно вам учить язык вам показалось и вы так как не нужно нужно давно уже нужно опять же смотрим что такое прокрастинация да тянем кота за хвост тянем и никак не начнем это дофаминовый сбой у кого он бывает он бывает у тех у кого очень сильно развита нарциссическая часть что от нас требует наша нарциссическая часть а мы все немножко нарциссы все сегодня немножко нарциссы кто-то больше просто кто-то меньше потому что время социальных сетей это время сравнения хочешь не хочешь но ты постоянно видишь вокруг что кто-то дима то каждому crecü кто-то кто-то что там 5 детей все чистые и красивые завтраком накормил сделал пробежку выжил фреш блин открыли какой то проект заработал 5 миллиардов в 10 часов утра муж проснулся она красивая мусью завтрак ты такой блин проснулся в девять а у нее уже и деньги заработаны и дети уже отправлено в школу И муж накормленный, и в общем все, чики-пуки. И ты такой смотришь и думаешь, мама, зачем ты меня родила, почему я ничего не успеваю, да? И это усугубляет невротический перфекционизм, и чем больше нарциссической части уязвленной, вот этот дефектный нарцисс, который сравнивает себя постоянно не в свою пользу. Есть нарцисс грандиозный, который говорит, который сравнивает себя и говорит, господи, какое вы все чмо, какое же вы все чмо. Филипп Киркоров, например, грандиозный нарцисс, громкий нарцисс, конечно, где-то у себя в туалете, в глубине души и в глубине трубы он тоже себя считает чмом. Но вот эта часть, которая постоянно ставит защиты и сравнивает его с другими в его пользу, она сильна, она разработана. И есть нарцисс ничтожный, который только высунет нос из норы, только увидит чей-то успех успешный, сразу себя сравнит, зачморит и лезет обратно в нору. И чем больше вот эта вот уязвленная часть, тем сильнее невротический перфекционизм, невротический именно. Ненормальный, здоровый, профессиональный перфекционизм, когда мы с каждым годом становимся лучше. Это нормально, да, это нормально. А есть невротический, и когда ты от себя сегодня требуешь идеального результата, и, возможно, у вас очень сильно развит, невозможно, 100%, уже не буду вас мучить, 100-500%, у вас очень сильно развитый внутренний критик, который вас сравнивает, каждый ваш чих и каждый ваш шаг сравнивает в вашу пользу. И вы уже боитесь за какое-то дело браться, потому что вы знаете, что вы услышите внутри себя кучу всего. Куча всего – это кучу всякого дерьма между нами, да? Что вот наметила себе выучить 10 слов, а выучила одно. Что наметила себе разговаривать через два месяца, ни хрена не разговариваешь и не понимаешь. Что наметила каждую неделю, не знаю, уделять 10 часов языку, нифига не уделяешь и получаса. И все в этом духе. Ничего не запоминаешь, все у тебя плохо. И маленький, загнанный критиком в угол человек уже не хочет ни за что браться, потому что за что он не возьмется, в ответ постоянно получает внутри, внутри, по лбу. Поэтому что делать? С внутренним критиком работать, посмотреть, отследить его, херами его, в общем-то, закидать. Да, как начать? Начинайте. У нас были замечательные отношения с мужчиной, полны нежности и любви. Но потом у меня начался кризис, я только начала проходить лечение депрессии, адек, и он как раз приехал с войны во время этого. Мы расстались, вот снова сошлись, но у него уже меньше нежности ко мне. Я не знаю, проблема в нас или в нем. Он сам собирается обратиться к психиатру. На разговоре не реагирует. Как быть? Пока оставить его в покое, возможно, он просто не в ресурсе. Или это уже плохие звоночки. Конечно же, человек, возвращаясь с войны, приходит с травмами, с большими или с меньшими. И, конечно же, по-хорошему, нужно идти в терапию. А если человеку не хочется в терапию, ну, по крайней мере, самому с собой работать. Самому с собой работать. И у нас, когда проходит антистресс, девушки, которые пережили и переживают войну, приходят и работают сами с собой. Да, сами с собой это помогает. Что делать? Спросить, могу ли я тебе чем-то помочь? Нет, нет. То есть не надо превращаться в маму и не надо бегать за ним. Человек взрослый, мужчина, нужны отношения, он будет что-то делать. Не хочет он сейчас отношений. Голова его вообще сейчас наполнена чем-то другим. Ну, значит, пока. Да, то есть все. Мы не ходим ни за кем, мы никого не уговариваем на то, чтобы с нами встречаться и отношаться. Нет, нет, до свидания. Либо человек хочет сделать перерыв, либо замедлить. Раньше, например, часто встречались, а сейчас он хочет замедлить. Ему самому, что называется, до себя. Он находится в стрессе или находится в травме. Ему самому до себя. А вы уже дальше смотрите. Вам это подходит? То есть он имеет право вот так. А вы имеете право, хотите другого, другого ритма отношений, других отношений и уйти. Да? Единственное, резюмирую. Один раз просели и больше не бегаем, и никого не уговариваем. Все. Как вы сообщили мужчине о беременности? Я хотела сообщить лицом к лицу, но из-за того, что я встала, во сколько я там вскочила от радости? От радости я уже предчувствовала, за день я почувствовала. Я пришла домой, сделала тест. Но из-за того, что тест какой-то модный, он меня послал и сказал, у вас тестовое окно с 5 утра до 11 утра. Поэтому сейчас в меня ничего не суйте. Вот так и сказала. Я думаю, что за херня? Вот эти обыкновенные дешевые тесты покупаешь и делаешь, когда тебе хочется. А не вот эта электронная приблуда, которая мне сказала, нет, вытаскивайте тест, я вас жду завтра с 5 до 11. Я думаю, блин, это как доктор какой-то. Поэтому я вскочила с утра пораньше, сделала тест. Но я уже предчувствовала, предчувствовала, но не смотрела, когда я видео записывала. Поэтому так все равно получилось неожиданно. А с мужчиной мы уже встретились после обеда, я ему сказала. Спасибо за ответ. Как научиться негативные мысли трансформировать в позитивные? Не начинать думать в самом негативном ключе при любой ссоре, неудаче, а думать позитивно, ибо мысли материальны. На чем базируются негативные мысли? То есть мысли можно и нужно преобразовывать, да, ловить в моменте и переделывать, утилизировать. Это все нужно и полезно. Но если мы хотим нормальной проработки на долгий срок, на всю жизнь, мы должны работать над источником этих негативных мыслей. Потому что если у вас из норы бегут крысы, ну вы их щелкаете, да, понятно, вы стоите, но вы замучаетесь щелкать крыс, нужно идти в источник. Что порождает постоянные негативные мысли? Помимо того, что и негативные эмоции, и негативные мысли периодически нормальны. То есть здесь не нужно, опять же, без вот этого невротического перфекционизма. Позитивное мышление, это все время думать позитивно. Нет, если ты здоров, ты будешь думать по-разному и чувствовать разное. Весь вопрос в процентовке. Взрослый, здоровый, проработавший свои травмы или не имеющий их, гипотетически, теоретически, бывают такие люди? Нет, мы не за этим сюда пришли, мы обязательно свои травмы получаем, конечно же. Свою дозу получает каждый. Так вот, более-менее здоровый, взрослый, взявший под контроль свои травмы, большую часть времени думает позитивно, либо конструктивно. Да, то есть направлен на, что я могу и должен сделать сейчас, с тем, что я имею, для того, чтобы получить нужный результат. Конструктив. Что делать? Не, ой, что будет, что будет, да, поссорились, наверное, расстанемся, ой, я, наверное, разлюбил, ой, а если бросит, ой, а если никого не найду? И начинается вот это. Негативные самопророчества далеко в будущее. Вместо того, чтобы поставить цель. Так, кажется, мы часто ругаемся, мы друг друга в последнее время не понимаем или никогда не понимали. И, похоже, нужно заняться коммуникацией. Надо как-то наладить коммуникацию, нужно внести туда что-то новое, что-то поменять, чтобы понимать друг друга лучше. Думаем конструктивно, не сидим опять же, да, все будет хорошо, все будет хорошо. Кто тебе сделает это хорошо? Это тоже может быть инфантильный вот этот позитивизм на пустом месте, когда мы ни хрена не умеем себе делать хорошо, но мы себе рассказываем, что у нас будет хорошо. Конечно, рассказывать, что будет хорошо, гораздо лучше, чем рассказывать, что все будет плохо. Но должен быть и реальный взгляд на вещи. Если у меня есть определенная задача, задача уметь коммуницировать, уметь защищать границу, уметь объяснять, уметь слышать, слушать, понимать, уметь доносить свои ценности без того, чтобы создать большую коллективную драку, да. Как мне это сделать? Что делать? Как мне это сделать, может быть, быстрее? Как мне это улучшить? Вот, пожалуйста, конструктивный подход. Так вот, возвращаясь к началу передачи, источник крыс, источник вот этих тараканов, горшочек, который постоянно варит, постоянно плодит негатив. Он где? В дырявой самоценности, конечно же. Женщина, которая себя ценит и любит, она для себя априори. Априори. Просто потому, что она женщина, просто потому, что она есть, просто потому, что она родилась на свет. Предполагает хорошее, общим фоном. Хорошее в деньгах, хорошее в отношениях, хорошее в здоровье, хорошее в местежительстве и так далее. Все априори. Ей не нужно доказывать себе, что она достойна, недостойна, достойна, недостойна, бросит, не бросит. Нет. Никто никуда не бросит. Это невозможно. Невозможно. Да, как в моей картине мира. Возможно ли, что кто-то меня бросит? Невозможно. Поэтому негативных мыслей у меня на этот счет не появляется. Даже когда мы конфликтуем. Все. Конфликтуем, значит, нужно что-то донести лучше. Или, значит, нужно услышать то, что я не услышала. Нужно прийти к общему соглашению. Значит, нужно объяснить лучше, чем я объясняла. Или понять. Может быть, я недостаточно внимания уделила и не поняла человека. Но я не начинаю плодить. Все, броси, кинет, останусь одна и тому подобное. Это все идет от отсутствия самоценности. Дальше. Мы относимся к себе так, как относились к нам значимые люди. Мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди и так далее. Роспитатели. Ровным счетом. Вот так же. Копируем. Абсолютно. Чаще всего что там происходило? Критиковали, сравнивали, говорили. Будешь плохо учиться, дворником пойдешь работать. Там что-то еще я помню. Не будешь готовить, муж тебя бросит, что ли? Что-то такое. Как это не любишь готовить, бабушка тогда? Нет, надо уметь. Мужик любит. В общем, чем там, желудком? Мужик любит жрать. Как это не любишь готовить, не умеешь? И начинается. И если с этими мыслями ничего не делать, если этот алгоритм не менять, то мы автоматически так же к себе относимся. Кто-то лучше, кто-то красивее, кто-то стройнее, кто-то здоровее, кто-то выше, кто-то блондинка, кто-то еще что-то, кто-то умнее, кто-то женственнее. Только и вертим по сторонам своим шариком. Кто лучше меня? Кто лучше меня? Кто лучше меня? Поэтому вот эти источники нужно обозначать и менять. Иначе это будет всегда так. Я так люблю слушать, когда впервые смотрел человек на тест, когда вот этот момент счастья, это кайф, волнение. Да, вообще. Мне даже кто-то написал из девушек. Марина, вы по-другому зазвучали. Вот это то, что видео я записала, и мы рилсы сделали. Так я там еще, это просто в рилс не вошло. Я когда открываю его, и там от неожиданности, ну вроде ждала, но все равно, да, гарантии же нет. Поэтому такая приятная неожиданность. И потом же я говорю, что я там сказала? Видно вам мое счастье. И одна девушка написала, Марина, вы даже по-другому зазвучали. Это другая часть личности. Это та часть личности, которой я не хожу на работу. Да, та часть личности, которой я хожу на работу, вот она здесь. Она четкая, она активная, она динамичная, она сильная, волевая, дисциплинированная, etc., etc. Та часть личности, которая у меня в отношениях, она, конечно, мягкая. Она очень женственная, она очень нежная. У нее даже голос другой. У этой части личности. Заметила, что есть какая-то часть, которая, как яд, мелкими взбрызгами взбрызгивает негатив, особенно когда хорошо. Как ее успокоить? Прорабатывать. Прорабатывать. Это критику. Критика утилизировать, самоценность наращивать. Боже. Это тенденция, определенная на послание у родителей была. Да, вот это вот. Вот это вот. Сценарий. Путь к мужчине лежит через его желудок. Вот там. Вот так вот говорили они. Где их... У меня предыдущий муж, кстати, сам любил готовить. И по выходным периодически готовил. Не надо было ничего. И любил шляться по ресторанам. И этот тоже. Поэтому даже если бы я умела готовить, это вообще бы не пригодилось нифига. Так, приняла решение уйти из отношений с мужчиной. Сейчас завишу от него финансово. Сосредоточилась на зарабатывании денег. При этом ежедневно меня гложет то, что я теряю время и силы в этих отношениях. Вероятно, из-за этого в финансах не тот рост, который запланировала. Как принять решение? Прекратить отношения сейчас или продолжать достигать финансовых целей и потом уходить? Слушайте, не уверен, не обгоняй. Естественно, не уверен, не обгоняй. А вы не уверены, именно поэтому вы задаете вопрос. Были бы вы уверены, вы бы мне вопрос не задавали. Да, вы бы написали, Марина, я ушла нахер. Все, пока, приняла решение. Бегу сейчас, в работу ухожу и начинаю зарабатывать. Вот эти все вопросы, а вот уйти или не уйти, нет. Не уйти рано. Если уйдете, начнете жалеть, начнете опять метаться. А может быть, не надо было. А если нечего будет есть? А если нечем будет... И вот это вот все, блин, одно и то же. Понимаете? Поэтому сидите, пока не надоест. И вот когда надоест, готовность вырастет, вы поставите точку. Вы скажете, ну все, нахер, не хочу. Вот все, иду, иду, ухожу. Пока. Что касается заработок, не тот из-за того, что я теряю силу и время в этих отношениях. Конечно, это нужно понимать. Отношения – это либо тыл. Отношения – это либо тыл. Если все в отношениях хорошо, мы спокойно работаем. Спокойно работаем, спокойно живем. Получаем удовольствие огромнейшее. Кайфуем. Там все прекрасно. Отношения – это большое удовольствие. Когда отношения – это мучения, то, конечно, мы отдаем. Мы не берем энергию, как должно быть. 80% времени мы берем из отношений, потому что там кайфово. А 20% – это, ну, всякое бывает. Кто-то заболел, у кого-то какие-то сложности, трудности. Разное. Короче, 20% плохого, трудного, 80% хорошего. 80% мы берем, берем энергию. Нас вдохновляет, успокаивает. Гормоны счастья мы там получаем, наполняемся. Если мы там страдаем, естественно, мы энергию отдаем. У нас идет двойная нагрузка. Мы должны на работе работать. А потом еще в отношениях мы работаем. Мы же не кайфуем. Мы терпим, сдерживаемся. Смотреть на него не можем. Видеть его не хотим. Разговаривать с ним не хотим. Хотим драться и кусаться. Естественно, идет энергия. И туда, и туда, и отсюда огромная усталость. Но опять же, для кого-то и хоть так лучше, чем сейчас уйти и сидеть где-то в квартире и думать. И дрожать от страха, что в следующем месяце нечем будет платить за квартиру и за еду. И неизвестно, какие мысли страшнее. Вручает только огромная готовность. Но она должна вырасти сама. Здесь не про то, что кто-то кого-то уговорит. Она должна вырасти изнутри, когда вы берете ответственность за себя и вы говорите, получится, я ухожу, все, я не хочу больше быть в этих отношениях. Смотря к какому мужчине, через что путь лежит. Да, к какому-то через мозг. Я себе хотела умного мужчину. Но хотела. А если отец говорит, ты не уживаешься в коллективах, значит, ты лидером хочешь быть через силу. А вот есть через вести людей за собой еще кучу критики. Как реагировать? Зачем он так? Зачем вообще вы с отцом обсуждаете ваши дела? Скажите мне, пожалуйста. Отец реагирует через призму своих страхов, своих алгоритмов, своей самокритики. Если отец постоянно критикует вас, будьте уверены, он постоянно критикует себя, внутри себя. Просто вы этого не видите. У него внутри живет критикующий голос. И он направлен либо внутрь, либо наружу. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Появились вы на его территории, он такой тук-тук-тук начал, как дятел, долбить. Вы ушли с территории, он, как дятел, долбит себя. У человека алгоритм общения такой, через критику. Если вам не нравится алгоритм, такое общение. Нихера вы обсуждаете свои дела. Ну вот сами лезете, а потом жалуетесь. Зачем? Мне вообще странно слышать, что мне будут что-то говорить родители, что я что там, лидер, не лидер, как я управляю людьми, что за смех? Что за смех? С чего это? Откуда это? Как вы вообще? Ну зачем вы несете эту информацию? Чего вы там ищете? Что вы ждете? Не нравится, не обсуждаете свои дела. Все. Боюсь задавать мужчине вопросы про наше будущее. Про что это? Про то, что боитесь быть отвергнутой. Боитесь не понравиться. Боитесь не понравиться вопросами. Боитесь ответа, который... Не тот, которого вы хотите, если вдруг будет. Предполагаю, что боюсь услышать то, чего не хочу. И что тогда? С чего начать? С чего начать? Зависит от цели. Цель какая? Цель обозначьте. Обозначьте, пожалуйста, цель. И тогда будет ясно, на что вообще отвечать. Хочу быть нежной и ласковой в отношениях. Но мой мужчина или муж часто ведет себя так, что у меня выходит другая часть, грубая. Мне совсем не нравится, как это проработать. То же самое, но с женщиной. Можно то же самое говорить. Можно говорить, что вам что-то не нравится. Через я коммуникацию. Что я чувствую? Я чувствую себя неценной. Или я чувствую себя униженной. Я теряю безопасность. Я в растерянности. Я чувствую себя плохо. Когда я что-то слышу от тебя. Или когда я вижу какие-то поступки. И не грубостью, а с женщиной. Как это проработать? Наработать. Тренировкой. Тренировкой. То есть, настраиваете себя. Сдерживаете. Первой у вас выходит часть, которая пупу-пупу. Вы ее сдерживаете. А дальше то же самое, но и с женщиной. Как не саботировать, а идти в изменения? Учу новый язык и постоянный саботаж. Вместо изучения иду на спорт, смотрю тренинги. Вроде тоже полезное, но не то, что нужно. Невротический перфекционизм убирать. Невротический перфекционизм убирать. Кто-то третий, кто-то третий, который постоянно вас херами обкладывает. И это все непройденная сепарация, привет. И еще есть прекрасный способ, который я лично обожаю, заставлять себя. Пока не сделала, ни хера тебе, ни тренингов, ни инстаграм, ни телеграм, ни поесть, ни попить, ни в туалет сходить. Очень быстро начинаем все делать. Смотрю на фото свои и иногда сильно похоже на маму, на фотографии, и всегда всплывает мысль, как я не молода. Это не принятие себя? Да, ну, скорее всего, да, потому что угадывается интонация. Опять же, я ее не слышу, но по постановке фразы. И потому что вы задаете вопрос, значит, вы не получаете удовольствия от того, что вы себе говорите. Нелюбовь к себе, непринятие себя. Плюс привязка к возрасту. Молодая хорошая, хорошая баба хорошая. Молодая баба хорошая. Ой, пожилая баба плохая. То есть, вот это привязка к молодости, которая очень распространена, даже когда и родители могли не говорить, что молодая, хорошая, старая, плохая. Вообще не было такого. Но мы могли нахвататься этого в журналах. Мы могли нахвататься это в рекламе. Косвенные внушения. Вроде никто прямо не говорит, что если ты, там, чем дальше возраст, тем ты хуже. Вроде прямо нигде не написано. Но есть куча внушений косвенных, которые приводят женщину к выводу о том, что чем ты старше, тем хуже. Для всего. Все будет плохо. Муж разлюбит обязательно. На работу не возьмут и тому подобное. А это один из способов, между прочим, манипуляции. Кем? Мужчинами с целью перераспределения, простите, ресурсов. Это раньше все было прямо в дыню дал, паспорта нет, собственных денег нет, везде разрешение мужа проси. И так понятно, что женщина на заднем дворе находится. Сегодня уже в дыню раздавать не комильфова направо и налево. У нас какой-то гуманизм, общество и тому подобное. Женщине выдали паспорт, она зарабатывает собственные деньги и тому подобное. Как же перераспределить? Надо внушать женщине, что она должна бороться с морщинами, с лишним весом, с целлюлитом. Постоянно хвататься судорожно, пытаться удержать молодость. Потому что только молодость счастье, только в молодости счастье. И пока мужчина борется с конкурентами, женщина борется с морщинами. Пока мужчина думает о том, как заработать денег больше. Но если мы не о тех, кто мне сидит, вот комментарии пишет. Пока мужчина думает о том, как бы денег побольше или поинтереснее заработать. Женщина сидит и думает, как бы ей лишние килограммы скинуть. Сидит, считает калории. Мужчина считает прибыль, женщина считает калории. В масштабах одной личности и одного дня это немного. Ну, казалось бы, он уделил 15 минут новой стратегии, она 15 минут уделила подсчету калорий, взвесилась, взгрустнулась. И ей какую-то мыслемешалку она там себе включила, подумала, что надо бы идти в спортзал, а бы не пропадал. Опять я, в общем, там что-то такое. Но если мы умножим это на количество дней и мы умножим на количество людей, это очень много. Вот это перераспределение незаметное, перераспределение ресурсов. Тихое, ежедневное, незаметное. Поэтому очень многие женщины отлавливают в себе такие мысли. Вроде бы никто не говорил, что возраст это плохо. Но, блин, раз в голове такие мысли, возраст это плохо, надо что-то делать, надо срочно молодеть, надо... И начинается вот это напряжение. Как проработать агрессию на мужчин? Приходите на идеальные отношения, как раз будем прорабатывать. Есть у нас там практики прекрасные. Марина благодарен. Была на программе сексуальные, получают все, пошел сильный рост в работе. Вот он, да? Энергия, энергия. То, о чем мы говорили в начале. Вроде бы тот же самый человек. Те же самые рабочие процессы. Можно ничего нового не делать. Делать старое. Но там больше энергии в этом старом, да? Схлопнули стыд. Схлопнули гипермать. С чем мы там с вами еще занимались, да? Самоценность подкачали. И, блин, в каждом дне стало больше энергии, больше вдохновения. Гормональный фон улучшился. Если еще посидели на диете дофаминовой, пожалуйста. И пошел рост. Все связано со всем. Все связано со всем. Все связано со всем. Желание помочь, подсказать человеку. Это спасательство. Человеку лучше от моих слов становится. Когда мы обладаем определенной информацией, узнаем определенную информацию, которая облегчает нашу жизнь, улучшает, привносит какое-то понимание. Нам хочется поделиться со своими. Это нормально. Нам хочется поделиться радостью, счастьем. Нам хочется поделиться информацией. Это нормально. Но если мы, да? То есть опять все дело в мире. Если мы ни хера свою жизнь не строим, только ходим, новую информацию раздаем, это все от отсутствия самоценности. Почему я хожу и кому-то что-то рассказываю? Человеку становится хорошо. Вместо того, чтобы сесть и поработать над своей жизнью. Спасатель, он всегда ищет ущербных, чтобы не сталкиваться с собственной ущербностью. Понимаете, там в чем фишка? Есть просто поделилась и пошла. А есть перекос. Ни хера своей жизнью не занимаюсь. Ничего в ней не поменяла. Только хожу и там людям делаю, причиняю добро. Спасательство, да. Зачем? Чтобы в своей жизни не работать. Ну там получила какую-то улыбку, там получила взгляд, погладила себя. Ой, я такая хорошая, я кому-то помогла. Себе помоги. Себе помочь гораздо сложнее. Потому что счет на табло. Ты что-то сделал в своей жизни? Результат есть? Или там мы к нему приближаемся? Промежуточный может быть результат есть? Да. И вот этот счет на табло в собственной жизни, его не каждый может вынести. Почему? Потому что внутренний критик силен. Спасатель бежит от внутреннего критика. И не занимается своей жизнью, скрывается от своей жизни. Где-то таскается по чужим жизням. Что-то про кого-то постоянно думает. Что-то постоянно мыслями где-то там. Хер знает где, только вот не у себя. Не у себя, да. Почему? Потому что внутренний критик очень силен. И постоянно чморит. Поэтому нужно найти кого-то, кому плохо помочь. Ему получить ордены, медали. И сказать, ой, я молодец на ежедневном уровне. Вот он как-то себя так спасает. Да. Но по итогу мы имеем в жизни спасателя выгорание и большую дырку. Да. Почему? Потому что плюс ко всему спасатель ждет благодарности. Ну ладно, один день кого-то научила хорошей жизни. Второй день там раздала советы. Третий день. Советы же бесплатные, правильно же спасаем. Где удовлетворение? В своей жизни дыра. Страшно заглянуть туда. Просто страшно заглянуть. За советы никто не заплатил. И с благодарностью никто не бегает, оказывается. Человек воспользовался и забыл. Или не воспользовался и забыл, что там давали какой-то совет. И получается выгорание и разочарование. Вот чем грозит спасательство. Как научить или что говорить, чтобы муж любил ходить по ресторанам? Так, у меня такого в опыте не было. Потому что они, слава богу, до меня научились зарабатывать, ходить по ресторанам. И я знаю, что есть те, кто не любит. Вот не любит. Любит именно домашний уют. Домашнюю обстановку. Ориентироваться на себя, я так думаю. Сказать, так хочется в ресторан. Может, в ресторан сходим. Так хочется. Дальше. На его ценности. Что он ценит? Ценит ли он музыку? Ценит ли он вид красивый? Ценит ли он дизайн? Что для него важно, нужно? Если уж вышли, чтобы понравилось. А чтобы наверняка понравилось, нужно учитывать все ценности. Как он любит? Маленькое помещение, большое. Я очень люблю, например, высокие потолки. Очень люблю музыку. Если джаз какой-нибудь, то все. Могу даже, могу даже простить еду не самого высокого качества, если там музыка, потолки, там вид красивый и так далее. То есть для меня это важно. Красота. Есть люди, которым пофигу. Еда должна быть просто отличная. Иначе все никогда в жизни. Ну и в конце концов, есть сегодня, есть доставка. Сегодня есть доставка. Давай попробуем что-нибудь новенькое. Я вот это не умею готовить. Давай вот это блюдо закажем. Даже стыдно писать. В метро муж всегда отсаживается от нас с сыном, даже если есть рядом свободные места. На мой вопрос, почему, отвечает, что нужно свободное пространство и во многом так. Так, выходные часто уезжают то к отцу, то к матери и при этом пишет, что скучает и хочет скорее домой. Я этого вообще не понимаю, что это за. Здесь хотелось бы еще посмотреть на другие ценности. Вообще важные ценности удовлетворяются? Важные ценности. Что для вас важно? Ну, например, официальный брак, материальная забота, верность, уважение, дружба, разговор по душам. Взаимная поддержка. Вот это есть. Да, вот это есть. Потому что там отсаживается в метро. Хочется сказать, конечно, но лучше не торопиться говорить и посмотреть на остальные ценности. Что удовлетворяется, что категорически не удовлетворяется. Вообще вот это вот что он получается, он с вами время проводить не хочет. Правильно? У него есть семья. Папа, мама. Может быть, он даже женат на маме. И у него так... Ну, то есть вот это в голове его, для его мозга, его семья – это мать и отец. А вы какие-то такие, третий лишний. То есть у него не пройдена эспарация. И он до сих пор в системе находится с ними рядом. Естественно, мы притягиваем всегда по уровню такого же, как и мы. Одно дело, познакомились, пошли куда-то на свиданку, там что-то куда-то, какие-то короткие отношения – это не такой уж показатель. Вот такие долгие отношения, когда уже и дети появились. Мужчина всегда равен вам. Всегда равен вам. Даже если нам нравится, даже если нам кажется, что он маленький, он маменькин сынок, он маленький, он какой-то там недоделанный, он сепарацию не прошел. Нам кажется. Он всегда отражает нас. Всегда. Мы не можем совпасть с менее взрослым или более взрослым. Нет. Мы совпадаем с таким же. С уровнем самооценки и самоценности такой же. Уровнем сепарации такой же. Абсолютно просто. Это зеркально. Просто у него вот так проявляется, да, что он с вами даже не хочет в метро ехать рядом. У вас это проявляется по-другому. Поэтому, если вам это не нравится, вы хотите что-то изменить, значит, вы начинаете с себя. Мы не за ним бегаем и рассказываем ему, как себя вести. Нет. Мы начинаем взрослеть. Мы начинаем сепарацию проходить. Мы начинаем свой тараканник, да, истреблять. И смотрим, как реагирует его мужская взрослая часть. Если она тоже, может быть, она тоже начнет постепенно раскрываться, реагировать. А может быть, у вас случится разрыв. То есть вы уже находитесь на этом уровне. Что я сейчас говорю? Владик, хочу попасть. Находитесь на этом уровне. А вот на этом. Ну, тогда можно будет принимать решение. После рождения ребенка не было отношений. Пять лет. Друзья говорят, что я прикрываюсь ребенком. Закрылась от мужчин. Был абьюз. Не понимаю, как найти причину невидимости для мужчин. В чем здесь вторичная выгода? Вторичная выгода чаще всего. Опять же, я вам просто накидываю. Нужно идти вглубь и себе задавать вопросы, чтобы получить ответы. Вторичная выгода чаще всего после абьюза. Какая? Безопасность. Безопасность. Хер знает, что от следующего мужика ожидать. Это же риск. Гарантий же никаких нет. Было очень неприятно. Было больно. И было обидно. И было по-всякому. А если еще не могли выпутаться долго из этих отношений. Короче, чем дольше были абьюзивные отношения, тем дольше вот это вот послевкусие. Как правило, самая распространенная выгода – это, конечно же, безопасность. Нет мужчины – нет проблем. Нет мужчины – нет проблем. Но там могут быть еще какие-то выгоды. Приходите на идеальные отношения. Будем разбираться. Потому что если вам нужны отношения, и пять лет – пять лет – это такой устойчивый алгоритм одиночества. Его нужно менять, если вам отношения не нужны. То есть он такой уже вот закостеневший. Если отец предал, закалил характер, а теперь по прошествии двадцати лет говорит, что я не ласковая с людьми. Папа, вся в тебя. Помнишь, как ты меня предал? Вот я вся в тебя. Все, то есть вернуть человеку. Вернуть. У ваших родителей есть внуки? У них куча внуков, у моих родителей. Куча, куча мала. У моих родителей много детей и много внуков. Партнер говорит. Постоянно, что я должна с ним часто спать, интим. И тогда он готов будет делать все, что я хочу. Чувствую себя продажной женщиной. Вот здесь сразу мы видим какие-то ограничивающие убеждения. То есть для вас секс это что-то. Да, что-то не очень. Поэтому оно выходит. Если мы посмотрим на темперамент, у людей действительно бывает разный темперамент. Кому-то хочется больше, кому-то хочется меньше. Но когда есть любовь, поддержка, тепло, взаимопонимание, и нет внимания, нет ограничений в голове насчет того, что такое есть секс. Да, то есть там не примешивается, что это какая-то грязь, это что-то плохое, это что-то стыдное и так далее. То, как правило, все можно уладить тем, что я не хочу, но мы можем попробовать. И вообще это часто встречается среди женщин, чаще, чем среди мужчин. У мужчин тестостерона сразу захотел. Сама природа предусмотрела так, чтобы он не мял, что называется, сиськи, а хотел сразу. Ему некогда. Задача мужчины оплодотворить, защитить, накормить, напасть и сдохнуть в бою, не думая о себе. Вот что значит тестостерон, которого у мужчин больше, чем у женщин. То есть сама природа сделала их так, что они очень быстро возбуждаются. Некогда им. У женщины по-другому. Поэтому можно сказать, давай попробуем. Потрудись, чтобы я захотела. Потому что вот это чувство себя продажной женщиной, здесь, конечно, сквозит какой-то негатив, который вам мешает. Его хорошо бы проработать. Опять же, здесь не про то, что себя нужно постоянно заставлять. Нет. Но пойти в это с интересом. Пойти навстречу. Поизучать себя. Да. Да. Говорит, что я свысока смотрю на всех и не переживаю о проблемах других. Сразу ухожу в себя и испытываю чувство вины. Слушайте, ну это сразу алгоритм детский. Мама или папа, кто там вас часто обвинял? Они с вами общались с помощью вины. Пятерку не получила виновата. Игрушки не убрала виновата. Выглядишь не так виновата. Лезешь куда-то виновата. Короче, постоянно виновата. И ребенок вырастает с чувством вины перманентным. И уже потом сам так общается с собой. Я постоянно виновата. Кто-то чихнул, все, я виновата. Ну то есть здесь не нужна причина. На самом деле, чтобы чувствовать себя виноватой, а это невротическая вина. Здесь не про то, что вы кому-то в лоб дали случайно по ошибке. И вы такие, блин, виновата, нанесла ущерб. Нужно ущерб возместить. Вот это здоровое чувство вины. Нанесла ущерб, возмещаю. Прошу прощения, еще там что-то делаю. Вот это невротическая вина. Когда кто-то что-то говорит, какие-то свои видения мира. Что вы что должны? Думать о судьбах мира? Ну он мужчина, пусть он думает о судьбах мира. Дорогой, достаточно того, что ты думаешь обо всех. Я думаю о тебе. Ну вот я бы так ответила. Дорогой, ты думаешь о судьбах мира. У тебя за всех душа болит. А я думаю о тебе. Все. Разреши мне думать только о тебе. Но у вас возникает сразу чувство вины. Поэтому хорошо бы, конечно, самоценность наращивать, вот этот алгоритм чувства вины убирать. Над ограничивающими убеждениями поработать. А есть ли исключение, что неравнозначный? Я не мамсик, муж буквально женат на своей маме. Нет. Значит вы в гиперматери, да? То есть вы не обязательно мамсик, вы сама мать. Мать, да? Вы в гиперматери. И у вас получается ролевой рапорт. Бывает, ну вот бывает два одинаковых. Маленький, маленький. А бывает маленький и гиперматер. Но если мы заглянем внутрь гиперматери, которая все сама, самостоятельная, там всегда инфантильная часть личности. Всегда. Просто эта инфантильная часть личности, она все на себя схватила, всем руководит, все управляет, за все хватается. И устала больше всех, конечно же. И складывается впечатление, что маленький он, а я большая. Нет. Там внутри та же самая инфантильная часть. Просто она ведет себя по-другому. Она ведет себя по-другому. Но если мы посмотрим на долгий срок, выхлоп тот же самый. Гипермать выгорает, устает, разочаровывается, все бросает. Да, сначала тянет, тянет, везде она, все она. Никто, кроме нее, не на кого положиться. Я должна сама ответственность брать. В конце концов она надрывается. И все, в общем-то, заканчивается тем, с чего началось. Так, ну что. Мы с вами попрощаемся. Мы с вами час, да. Сравниваю всех кавалеров с бывшим, говоря не то пальто. Как убрать, и почему эти сравнения? Это нарциссическое может быть, когда мы торопимся обесценить, чтобы не обесценили нас. Мы в себе не уверены. Мы не хотим идти в отношения, чтобы не увидели нашу схематичную недоделанность, дефективность. Поэтому я сама буду всем указывать на их дефекты. Первая. Нападаю первой. То есть страх, что обнаружит дефектность, дефективность. Страх отношений. Какой-то негативный опыт. Не обязательно ваш собственный. Мамы, бабушки, прабабушки, а может быть накопленный. Сценарий в острой фазе. Такое тело рода мы берем, и идет болезнь, идет болезнь, и тут начинается острая фаза болезни. Вроде мама чуть-чуть болела, не особо какие-то там страшные отношения были. Ну, чуть-чуть какие-то терки были там с папой. Чуть-чуть были терки у бабушки с дедушкой. У другой бабушки с дедушкой тоже были чуть-чуть терки. То есть нельзя сказать, что прям не было отношений или что-то сложное. Нет, ну вот по чуть-чуть болезнь вот эта накапливается, накапливается в каждом сценарии одно и то же, одно и то же, одно и то же. И в конце концов на ком-то мы получаем сценарий в острой фазе. Па-па-па-пам! Вообще не хочу отношений. Да, потому что какие выводы? Не очень хорошо, там не очень хорошо, там не очень хорошо. И там не очень хорошо, да? У бабушки с дедушкой не очень хорошо было. У мамы с папой тоже не очень хорошо. И доходят до вот такого взрыва. Блин, да что там делать в этих отношениях? Поэтому хорошо бы порыться внутри и обнаружить. Приходите на идеальные отношения. Я не доверяю мужчинам в сексе. Это просто мужчина не те, и тело говорит со мной. Если вообще никогда никому не доверяете, но при этом любите, то это может быть сексуальное или сексуализированное насилие в детстве. И даже вы можете об этом не помнить. Когда мозг просто не пускает в секс. Не пускает и все. Сексуализированное насилие. Сексуальным понятно. Сексуализированное насилие. Это может быть даже, что просто маленького ребенка, маленькому ребенку что-то показали, какой-то орган. Никакого проникновения не было. Ничего такого не было, да? Но показали и шокировали. Все. Или сексуализированное насилие заставили вместе смотреть порнографию. Или даже не заставляли, а просто включили. И ребенок не понимает. Но мозг все зафиксировал. Вот это неприятное событие осталось. Это может быть даже событие в беременность. Мама что-то пережила. И даже 9 месяцев до зачатия. Понимаете? И наложила на вас отпечаток. То есть хорошо бы посмотреть и разобраться. Можно ли как-то самому определить? А, вот это вот еще. Встречаясь с мужчиной 4 месяца, как ему задать вопрос? Как ты видишь в дальнейшем наши отношения? Зачем ты со мной? Это вот можно, конечно, и так спросить. Но, как я говорю, можно спросить о ценностях. Является ли для него ценностью семья вообще? Дети, хочет ли он их? Как он их видит? То есть не про себя прям спрашивать, а вообще спросить. Завести разговор о семье, о детях, если они нужны вам. Как он это видит? Чтобы услышать его мнение, что он для себя в этом контексте предусматривает. Кто-то может скажет, нет, я не хочу, нет, нет. До 50 лет нет. Или еще что-то. И все, вы сразу все выясните. Но дело даже не в вопросе, как я всегда говорю, не важно, что вы спрашиваете. Не важно, что вы спрашиваете. Важно, как, из какого состояния. Если мы сидим в состоянии поберушки, только не выкини меня, только возьмите меня, только не откажитесь от меня. Какой вопрос бы мы не задавали, это всегда будет сквозить. Вот это напряжение. Вот это жалкая позиция. Только не откажись от меня. Докажи, что я тебе нужна. Я, например, своему мужчине на первом свидании, мы первый раз встретились за завтраком, я на первом свидании сказала, если что-то хочешь, придется жениться. Все. Естественно, нужно посмотреть друг на друга, и не факт, что я бы захотела, и так далее. То есть мы еще друг друга не знали. Но я сразу обозначила, что я не просто погулять, время провести. Что я буду сразу присматриваться к человеку. Все. И если что-то, то придется жениться. Я сказала это в шутку. Ну, это такая, в каждой шутке есть доля шутки. Сразу обозначила свою позицию. Никаких просто так со мной не будет. Но у меня состояние очень легкое. Мне было пофигу вообще на ответ, на реакцию. Я так живу. У меня уже давно встроенная позиция. Я так живу. Я живу так, что мужчина платит за все. Я живу так, что со мной только серьезно. Я живу так, что ко мне только любовь и забота. Да я так живу. Это моя норма. Если вы не совпадаете, ну, вам здесь делать нечего. И все. То есть нет этого напряжения. Если ты скажешь, что ты меня не любишь, я неэффективная какая-то. Или если ты скажешь, что 50 на 50 с женщинами, я там не плачу. И я сразу, ой, как так? И так далее. Да никак. Иди в задницу. Ты не мой мужчина. Все. Разговор вообще короткий. Это ценности, которые обозначены внутри меня, которые я спокойно обозначаю. Спокойно обозначаю. И мне плевать на реакцию. То есть все, что касается моих важных ценностей, мне плевать на реакцию. Я спокойно пойду в следующие отношения. То есть я настолько над собой поработала, я знаю, я настолько ценная женщина, меня надо заслужить. Один раз. И потом еще много раз каждый день заслуживать. Все. Много раз каждый день заслуживать. Не мне надо заслуживать. И бояться. Нет. Мне ничего не надо. У меня с собой все в порядке. Но начиналось-то с другого. Начиналось с другого. Естественно. И все это проходило. Я здесь не зря сижу. То есть я не родилась такая. Я была схромающей на все четыре лапы самоценностью. Я была той, которая смотрела в глаза. Заглядывала в глаза. Только не выкиньте меня. Я была та, которая на первом свидании могла доказывать, почему мужчина платит. Да, там я считаю. А со мной собачились. Что я там что-то заказала. Какое-то блюдо. И вот почему ты считаешь, что мы должны платить? Мужчины должны платить. Я помню эти глаза. Мы должны, должны. Он разъярился. И понятно, что тогда я вот таким соответствовала. Тогда я соответствовала таким, которые хватались за кошелек и считали там свою деньгушу. Там я немного сожрала. Заглядывали в счет. Вино? Я считаю, что вино в ресторане заказывать это. Там что-то еще. Они больше всего на вине зарабатывают. Ну тогда я была равна такому. Да? Равна такому. Ну я же не зря росла. Я же не зря здесь сижу. Я же не зря 115 тысяч рублей за полтора часа консультации беру. И покупаю. Понимаете? Это все не зря. Это все то, что я встроила, прошла сама. Сама прошла. Поэтому, резюмируя. Вообще плевать, что вы спрашиваете. Что вы обозначаете. Все зависит от вашего состояния. Вы можете ничего не говорить. Не говорить о женитьбе. Не говорить о детях. Не говорить о деньгах. Вообще ни о чем не говорить. Но вы будете сидеть. И он будет понимать, что вы схаваете любое к вам отношение. Абсолютно любое отношение она схавает. И будет хавать еще годами. Что там? Собачка танцует. Собачка танцует. Поэтому абсолютно все зависит от того, что вы думаете про себя. Что вы про себя думаете. Что вы для себя допускаете. Насколько вы себя любите. Насколько вы спокойны насчет вашего будущего. Да. У вас нет вот этих... Господи, как я могла бы, да? Когда я приняла решение выйти из отношений? 43... 43 года, побойся Бога. Сиди уже, держись. Классный мужик. Деньги и все есть. Сиди, держись. Молись на него. Куда тебе? Ты пятый десяток разменяла. Ты пятый десяток разменяла. Ты сейчас собираешься мужа искать? Ты что, вообще что ли? Ты не видела статистику? Ты не видела там, что мужчин меньше? Там и так далее, да? Всех хороших разобрали. Для кого-то, может быть, разобрали. Я себе своего найду. Да? Поэтому работаем над самоценностью. И работаем над самоценностью, которая порождает состояние. Вот это состояние спокойствия. Я знаю, чего я хочу. Я знаю, куда я иду. И если кто-то не согласен, это не мой человек. И все. Он может быть прекрасен. Для кого-то он может быть принцем и героем. Но если в важных ценностях не совпадает, он не мой. Пока. Спасибо за прекрасный вечер, мужчина. Пока. Все. Без всякой там суеты. Так, еще на парочку ответить. А вы не говорите со своим мужчиной о работе? Говорю, но немного. Мне больше нравится слушать о его работе. Его работа, конечно. Там есть чему поучиться. Поэтому мы говорим больше о его работе. Я, молодая мама, очень не хватает эмоциональной поддержки мужа и его любви. Как это притянуть, а не выжимать? Когда нам не хватает, понятно, что мы в отношениях находимся для любви. Что получает любовь и заботу. Это нормально. Другое дело, когда сам вопрос стоит таким образом, что нужно что-то там выпрашивать. Скорее всего, мы себе не додаем. То есть мы себя любить не умеем. У нас там дыра. И мы пытаемся эту дыру восполнить за счет другого. Мы находимся в детской позиции. От него ждем родительской позиции. Прошу прощения. От него ждем родительской позиции. У меня нет дай мне. У меня нет дай мне. У меня нет дай мне. Дай мне. Поэтому я бы здесь рекомендовала работать с двух сторон. Вы даете любовь к себе. И второе, вы учите человека не выжимать, а подсказывать. Дорогой, обнимай меня, пожалуйста. Скажи мне, что ты меня любишь. Но это должно звучать легко. Не из поберушки, не из жертвы. Что вот, не хватает мне от тебя внимания. Да, вот этот. Вы можете даже не говорить, но это будет такой внутренний жест упрека. Не хватает внимания. Дай мне внимания. Это будет сопровождаться тем, это будет сопровождаться обидой. А обида всегда вызывает чувство вины. Почему опасна обида в отношениях? Она вызывает чувство вины. Причем вы можете молчать, но ваш автоматический мозг, который находится в обиде, будет в его автоматическом мозге вызывать чувство вины. Чувство вины – это всегда про забрать энергию. Забрать. Это всегда про ты плохой, я хорошая. Ты не прав, я права. И постепенно мужчина или женщина начинают тяготиться такими отношениями. То есть если на территории отношений я постоянно, вы постоянно чувствуете себя плохими, виноватыми, недоделанными. Ну понятно, что женщины реже принимают такие решения, потому что вот то дети, то деньги, то жить негде, то жрать нечего. И короче, женщина может терпеть, терпеть все подряд. Мужчина все-таки более свободен в этом плане. И когда мужчина на протяжении долгого времени чувствует себя виноватым, отдает энергию, отдает, отдает. Вы можете даже ничего такого не говорить. Можете вообще просто молчать каждый вечер. Никаких претензий. Да, все, молчу, все, держу в себе. Но его автоматический мозг чувствует себя виноватым, виноватым, виноватым. И постепенно мужчина же нуждается в женской энергии. Он нуждается в женской энергии. А здесь что мы имеем? Как не приходит домой, так энергии нет. Как не приходит, так энергии нет. Как не приходит, так энергии нет. Кто-то ее отнимает. Опять же, еще раз, то есть это все неосознанно. Вы можете ничего плохого не сказать вообще. Вообще годами можете молчать. Но он постепенно начинает сливаться. Потому что энергии не хватает, а ее надо где-то брать для жизни, и ее надо где-то брать. То друзья, то родители, то дети от бывшей, то просто гульки какие-то, то любовница. То есть мужчине нужно где-то питаться, и он начинает сливаться из этих отношений. Все позже приходить, все меньше выходных проводить и так далее. Поэтому с обидой будьте очень осторожны. Обиду нужно убирать, обида портит отношения. И потом женщина может сидеть и искренне говорить. Марина, я ему ни разу слова плохого не сказала. Ни разу не сказала, что меня что-то не устраивали. Вообще ни разу. А чувствовала обиду? Чувствовала. Мужчина, он же живой, он чувствует. Его автоматический мозг чувствует вину. Хочет ли он идти туда, где он постоянно плохой, 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 плохой? Нет, он хочет идти туда, где он принц и герой. Опять же, здесь не про то, что мужчина, их нужно оправдывать и постоянно трястись над ними. Нет. Что-то не нравится, говорим. И гораздо лучше сказать вслух через рот, обговорить какие-то вещи, чем ходить годами вот с этой обидкой. Подсасывать, подсасывать, подсасывать энергию, потом удивляться. Я такая хорошая. Я слова плохого не сказала, и он ушел. Или завел любовницу. Потому что люди чувствуют абсолютно все. Ничего просто так бесследно не проходит. Поэтому на идеальные отношения приходите, кто постоянно в обидке, кто без любви к себе, кто не в самоценности. Приходите и будем все это встраивать, простраивать. Так, ну что, будем прощаться? Да? Будем прощаться. Полтора часа, наверное. Уже. Считаете ли сексуализированным насилием, если я слышала, как отчим и мама занимались сексом, а мне было противно? Да. Да. Для ребенка это чаще всего травма. Опять же, мы не делаем негативных внушений на всех. Но одно то, что вы слышали и отследили и помните, что вам было противно, это травма. Желательно эти процессы для детей, чтобы были недоступны. Планирую вторую беременность. Первая была сложной. Мне 45. Хочу найти работу. Как совместить? Никак. Слушайте, никак. Если вы у меня спрашиваете советы, как вам совместить беременность и работу? Никак. Блин. Это про готовность. Понимаете? Потому что придется делать вам. Вам придется делать. И один процесс, и второй процесс требует ответственности. Понимаете? Требует ответственности. На работе с вами никто слисюкаться не будет. Там нужен будет результат. Беременность придет и все. Передумать уже не передумаешь. Поэтому и один, и второй процесс к ним нужно быть готовым, взять ответственность. Нет готовности, нет ответственности, значит, не очень хочется. Все. Это детское. Хочу. Вот сижу, хочу чего-то. Но вот как это совместить? Никак. Нет готовности. Марина, не уходите. Марина, не уходите. Нравится вам в Тбилиси? Нравится. На ютубе даже видео записывали. Чуть-чуть от Тбилиси. Мне нравится, да. Мне очень энергетически здесь нравится. Так, ну что, ремонт начался в соседнем помещении. Вы слышите ремонт? Или только я услышу? Слышали, наверное, да? Очень много страхов. Поделитесь впечатлением о своем новом положении. Нет 28, детей нет. Очень много страхов относительно беременности и родов. Если не секрет, какая первая реакция была у вашего любимого? Сразу радость или шок? Радость, потому что мы над этим работали. Мы это запланировали. Мы это запланировали. Мы этого очень ждали. И дождались. Поэтому радость. Что касается очень много страхов. Если есть цель, значит, нужно идти в эти страхи и эти страхи прорабатывать. Но все эти страхи, как правило, базируются на том, что я не справлюсь. Я не справлюсь – это инфантильная часть. Когда мы в контакте с нашей женской частью, а женская часть включает и материнскую часть, когда мы в контакте с нашей женской частью, у нас нет страха, что я не справлюсь. Все страхи, что что-то случится, что-то пойдет не так, я не справлюсь, они идут от того, что я маленькая. Я маленькая, поэтому я не справлюсь. Что сделать, чтобы выпустить вот эту женскую часть, убрать инфантильную, маленькую? Вы, кстати, можете спросить, сколько ей лет? Вот этой, которая боится беременности, боится родов, сколько ей лет? И так, убрать маленькую, взрастить взрослую. Взрослая всегда расцветает, когда мы проходим сепарацию. Пока сепарация не пройдена, не допройдена, находится в процессе, она всегда находится под гнетом. Понимаете, вот на растение, на животное что-то сверху поставить. Курица, если сядет на своего цыпленка, ну, он будет очень плохо развиваться, понимаете? Она будет сверху сидеть, давить. То же самое с нашей психикой. Пока есть кто-то, а может быть даже несколько, больше нас, на кого мы постоянно оглядываемся, смотрим. Внутри родителей может уже даже не быть на этом свете. Но если их голоса, их эмоции негативные живут внутри, их сценарии живут, мы сплющены, мы не растем. И пока мы сплющены, наша женская часть тоже сплющена. У нас там девочка маленькая. Я девочка, потому что есть большая мама. Поэтому работаем над сепарацией, работаем над женственностью, женственность, противоположность, инфантильность. Слышно, да, Римон? Ну все, будем прощаться. Женственность, именно женственность, противоположность, инфантильность. Плюс, на что обращаем внимание? На отношения с мамой. Это еще раз, не про то, что вживую обязательно налаживать отношения. Мамы может уже не быть на этом свете. Важно наладить эти отношения внутри себя. Если у нас с мамой внутри терки или снаружи, то женщина может не принимать в себе мать. И поэтому не хочет идти в материнство, боится материнства. На идеальное отношение приходите тоже. Так, ну что, друзья, я с вами прощаюсь. Сам ремонт показывает, что нужно заканчивать. Всем спасибо за ваши прекрасные вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!